Под вывеской автошколы может оказаться заведение, которое не учат, а консультируют. В 2014 году подготовку водителей приравняли к профессиональному обучению, поэтому многие учебные заведения лишились лицензий. Некоторые автошколы, которые не хотят уйти с рынка, вот придумывают всякие, скажем так, ну как фирмы прокладки, посреднические услуги, да, вывеска автошколы, сайт автошколы, диспетчера приглашают в автошколу, клиент приходит и попадает вот на эти как бы излишне выплаченные деньги, ненужные расходы. После окончания таких курсов к экзаменам ГИБДД не допускают. На потребительских формах много подобных историй. При поступлении ни слова не сказали, что у автошколы нет лицензии. Придется учиться в другом месте и еще раз платить. Права получатся золотыми. Чтобы не пришлось учиться дважды, внимательно читайте договор. В нем должно быть написано, что автошкола оказывает образовательные услуги, а не информационно-консультативные. Перед тем, как подписать договор, зайдите на сайт ГИБДД и проверьте, есть ли автошкола в списке одобренных площадок. Не лишним будет посетить сайт Рособорнадзора. Там по номеру лицензии можно проверить, действует она или нет. Уточните, что входит в стоимость обучения, прописанную в договоре. Некоторые автошколы включают в нее только теорию и аренду автодрома. Основная сумма при заключении договора будет 15500. То есть в нее входит полный курс теории за все три месяца, 15 ездов на автодром и полный комплект учебников. Подождите, а вождение не входит сюда? Нет, вождение сюда не входит. Один час вождения стоит 900 рублей. Вождение – это плата инструктора. Согласно новым требованиям ГИБДД, вам нужно отъездить 56 часов. Умножаем их на 900 рублей. Получается 50400 рублей. Вместе с теорией выходит 65900 рублей. Дорого. Лучше выбирать автошколы, в которых вождение сразу включено в стоимость обучения. В этом случае полный курс обойдется дешевле. В больших городах он будет стоить порядка 40 тысяч рублей, а в маленьких 25 тысяч.